В эфире новости сейчас с вами Юлия Перцова. Здравствуйте. Продажа сельхозпредприятий частникам возможно, но при железном условии, что крестьянин не будет обижен. Речь о том, чтобы труд обеспечивал технологические процессы, достойно плачивался. Качество жизни на селе сегодня обсуждали на совещании с президентом в Шкловском районе, ориентир от главы государства. За два года довести среднюю зарплату в агросекторе до 1000 рублей. Я думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача, потому что они за село отвечают. Задача не 600, а 800 рублей. И вы к этому готовитесь. Это не значит всем сестрам по серьгам. Нет. Тем, кто работает. А через пару лет мы должны к той же тысяче подойти рублей и в сельском хозяйстве. На тех людей, которые работают. Средней заработной платы. Ранее глава государства посетил комплекс «Большие Словения», который входит в созданный агрохолдинг «Купаловская». И обратил внимание на то, что нужно брать на вооружение лучшие передовые технологии, ориентируясь на эффективность. Александр Лукашенко напомнил о соблюдении трудовой дисциплины, а также указал на целый ряд недоработок. В первую очередь, это внешний вид и обстановка внутри помещений для содержания животных. Президенты Германии и Австрии примут участие в церемонии открытия мемориала в Тростенце на следующей неделе. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства. Сегодня заключительный детсаммит. А стороны обсудили будущее европейской инициативы по сближению с постсоветскими странами. Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь выступает за прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС. А Еврокомиссар политики, соседства и расширению ЕАЭС констатировал рост товарооборота между единой Европой и государствами партнерства. Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока в таре более 2,5 литров. Но вместо этого служба утвердила список из шести белорусских компаний, имеющих право поставок, сообщает Интерфакс. Ранее введенный запрет вызвал недоумение как в Минске, так и в ЕАЭК, как не отвечающий нормам ЕАЭС. Мощные грозы и шквалистые ветры обрушились на Чехию под ударом стихии Центральная Богемия и Северная Моравия. В этих регионах без электричества осталось около 17 тысяч домов. Порывы ветра обрывали линии электропередачи и валили деревья. Данных о жертвах нет. В ливанском городе Брумана женщин-полицейские ходили в шорты. Решение принял мэр. Он уверен, что короткая форма поможет привлечь туристов. Впрочем, нововведение вызвало критику общества. Людей тревожит, что мини-шорты будут отвлекать водителей. По-моему, очень даже эффектно. К этому часу все. До встречи. Всем вечера. Редактор субтитров А.Семкин